Всем привет! Огромная просьба помочь с распространением этого ролика, так как то, что вы услышите дальше, скорее всего, повлечет за собой цепь серьезных событий. Это и отставки высокопоставленных полицейских и посадки чиновников разных уровней. В процессе расследования мы понимали, куда копаем, но не ожидали, что столько нароем, что на нас спустят всех собак и откроют охоту. Возбудят уголовное дело, проплатят заказные статьи и фейковые развлачения. Также прошу считать это официальным заявлением во все структуры по борьбе с организованной преступностью. С требованием проверить добытую нами информацию и в случае подтверждения возбудить уголовные дела. Ранее в своем блоге в сети интернет данные граждане неоднократно выкладывали видеоролики провокационного содержания о выездах в подразделения полиции, где осуществляли сбор информации и видеоматериалов, устраивая провокации. Следственными органами МВД возбуждены уголовные дела по статьям 163 и 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ну вот, друзья, Ян Николаевичу стало нехорошо, давление у него высокое, вызвали скорую, скорая приехала в суд и совершенно случайно услышала от сотрудников фразу, что мы их колем-колем, они ничего не говорят, а говорить-то нечего, потому что люди невиновны. Ну и таблеточки дали, уколчики сделали, жизни пока ничего не угрожает, но есть опасность потери сознания. Если будут потерять сознание, тогда, конечно, приедем и его заберем. Спасибо медикам. Ну вот, Ян Николаевич пока заперт в суде, суд никого не пускают. Если ты не участник по делу, то тебя не пускают. Ни в канцелярию, никуда, в писанном виде обращайтесь через электронные приемные. Ждем, ждем, когда же будет решение по Яну Николаевичу. Кто это сказал? Я. А я тебе говорю, надо. Заехали на газон, встали. Еще и снимать здесь не надо. Так, выйдите пока из зала, не пускайте никого. Нас пригласили, тыс, тыс, помощник в суде, страна. Говорит, Ян Николаевич. Убеждаю. Говорит. Как оно было? Сторонечку, вот видите лавочку. Куда, пожалуйста, встаньте. Хорошо? Да, пожалуйста, сразу. Я, по сути, не ломал БМВ Х6, который я, по сути, не ломал. Есть видео о том, что он уезжает целый невредимый БМВ. В результате через месяц этот человек, водитель этого Х6, пишет заявление на меня, якобы. Дело стоит на месте, его закрывают. Я приказываю за него объяснение показаний. Ничего не происходит. Нормально, дело закрывают. А тут вдруг, оказывается, меня по этому делу задерживают и разыскивают. Хотя, блин, вы что, серьезно? За такие вещи задерживают? Показания, главное, основываются на показаниях этого водителя БМВ Х6 и Горохова. Горохова пишет, что я там взял кулаком, сломал зеркало, капот проломил, сейчас на 85 тысяч нашему нанесло. И то, что я скрылся с места происшествия. У нас на видео есть, что БМВ уезжает, мы просим Горохова, его сотрудничество, остановить это БМВ, чтобы написать его заявление, так как этот водитель БМВ нанес мне сотрясение мозга. Видео можно публиковать? То, что оно было у вас за какого-то доступа? Да, если оно, скорее всего, в доступе, у нас есть. Ну, нет, оно у меня есть, просто публиковать ее можно? Все публикуйте, пускай... Хорошо. Сейчас судья... А, судья тут эпичный. Ну, знаем. Судья, муж глава Шахмана... Я вам предлагал вчера обозреть видео с его женой. Я просто не знаю, почему я ему заявляю отвод. Он говорит, не знаю, давай посмотрим видео, запросим 4 тома дела отказов, возбудим его дело в отношении Пескова спросим. Да, Пескова спросим. По какой статье обвиняют? 167 часть 2. Вы признаете? Нет, конечно. А с чем связывается задержание? Задержание? Ну, с публикациями в отношении сотрудников полиции, ОСБ. Тут, между прочим, сидели два ОСБшника, которые ходили по магазинам и просили директоров магазинов написать заявление за вымогательство. Ну, не на тебя же, даже. Ты вообще не ходишь по магазинам. Да, ну, на проверке. Ну, то есть, вот они здесь же, сидели, ОСБшники. Они прям сопровождают все целые, всегда меня, везде, навсегда. Просох они присутствуют, ОСБшники. Все там слышны крики. Мне нужно, чтобы он сегодня уехал. А все никак у них не получалось. Как вас схватили? Задерживали жестко, нет? О, да, хорошо так. А, скажи. Скрутили стяжки, затянули так, что у меня, ну, только сегодня ночью. Рука более-менее чувствовалась. Короче, стяжки затянули. Зачем-то положили на пол, по полуку дали так, что моя голова, как мяч в бейсболе, раскачала от пола. Я до сих пор плохо слышал. Чуть-чуть получше стало, но вообще перепомнился хреново. Саня вроде разбили лицо, да? Там, Таша, видно было. Я не знаю, я его не видел. Кровь видно было. Меня утащили, я не видел ничего. Ага. Как вам, кстати? Ну, никто. Ты самый известный. Его вообще неизвестно, где он. Блин. Ну, то есть, предложение есть, конечно. Вот, у них подозрение, что я якобы оскорблял сотрудников полиции еще там. Ну, они тут выкатили все, хотя здесь рассматривается, вот, по-моему, по 167-й повреждение имущества. Чего я, собственно, не делал. Да, они тут выкатили там все, когда-то я себе задержите обязательно. Он будет тут неизвестно, где проживать. Хотя я по этому делу являлся, давал объяснение там, все, готов был предоставить. Дастай, Луньков связывался со следователем, он по этому делу все ему рассказывал, объяснял. Адвокат у вас есть? Да, по назначению. Вы? Нет, классный адвокат. Да, в поле. Тут вообще есть женщина, Соколова тоже адвокат была, первый раз приходил. Единственное, я отказался, так как у меня соглашение с адвокатом Луньковым есть. Именно в этом деле он уже участвовал, да? Тоже прям шикарно все рассказал, объяснил, отвелась, все. Еще по поводу задержания, скажи, как что? В УВСе ребята и вот конвоиры шикарные, прям. Это понятно. Хочу, чтобы выписали догаданность, как минимум, а? Не мусора, нормальный полицейский. Нет, шикарный, прям шикарный полицейский. Я понял. Задерживали еще раз, как? Что было? Ну, короче, возле дома услышали лай собак. Борисыч выглянул, говорит, там ментов, говорит, куча. И там сколько-то, две машины, наверное, стояло. Ну, человека, я где-то около 20 видел, это спецназа тоже. Вот, и остальные УСБшники были. Ворвались, там что-то весь дом, слышно было, как они поднимались по лестнице, дом весь переворачивают, что-то забежали на чердак. Я только сижу, вот я тут, типа, все. Меня на пол кинули головой, положили, там, я не знаю, что-то, говорит, ссадин какая-то, на спине есть, не знаю, я не видел. Не понимаю, откуда она, точнее, сейчас было. Ну, собственно, все, головой ударили, оттащили. Почему вы не успели сообщить о том, что задерживаете? Да, у нас интернет особо не работал, поэтому не успели. Ну, то есть, может быть, была какая-то пара секунд, но, собственно, не успели. Ясно. Передать родным, близким? Да, конечно, всех люблю, особенно свою жену, дочку. Я надеюсь, они дождутся. Подписчикам? А? Подписчикам? Подписчикам обязательно держитесь, публикуйте видео, распространяйте, ставьте ребятам большие лайки, помогайте за распространение. Всем спасибо. Содержание как, что? Ну, я говорю, в тюрьмах, в ОВСе, прям, я не знаю, молодцы. Респект таким сотрудникам оппозиции. Нет, содержание, ну, там, кормят, поют. Да, кормят, поют. Спать укладывают. В этом спать укладывают, все в порядке, вообще проблем нет. Единственное, я говорю, что вот ходят эти УСБшники, такие все хихикают, хахакают. Я говорю, ну, что, парни, как вам расследование? Они такие, ха-ха, типа, ты еще посмотришь. Ну, видно, судя по ходатайству следователя, насколько они там понапридумывали еще на меня, что-то есть. В 163-м я, ой, в вымогательстве, якобы я там тоже каким-то образом присутствую, хотя каким они сами пока не знают. В оскорблении, в Стрюнгополиции они там что-то понаписали, куча свидетелей, Горохов, в основном, свидетелей, еще какая-то женщина, что я его дебилом называл, по-моему. Хотя видел, сам Горохов. Обратная история. То есть он вас называет. Да, 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 да. Он обзывался там и вел себя неадекватно, да. В результате я обзывался и вел себя неадекватно. И эта женщина какая-то свидетелей. Приложено какое-то видео, вот, материал дела, есть расшифровка, где там вообще ничего такого нет. То есть, ребят, чем доказывается то, что я сказал? Хотя, опять же, это не имеет отношения к моему сегодняшнему суду о мере пресечения. Мере пресечения, якобы я помял, что автомобиль сломал зеркал. Ну, сейчас всех, кто будет иметь автомобиль, будут задерживать СОБР, 20 человек, и сажать в обезьянник. Ну, как тебя, ты... Не надо про меня сейчас. Я сейчас снимал 15 часов. Понятно. Так что как-то так. Про Сашку ты ничего не знаешь, да? Вас разделили как бы? У меня ни телефонов, ничего нет. Ах-то, что мне что-либо изымали, тоже нет. Как вас вычислили? Меня, по сути, обокрали. Вычислили как? Без понятия. На вашем санатории? Да, без понятия. Да мы, собственно, там и не прятались особо-то, но... Это понятно. Мы выясняли ситуацию, в чем дело, что происходит, что-то, кто, наверное, с охотой объявил. Ну, собственно, стало понятно. То есть, больше, как бы, да. Гафуров лично. Гафурову привет, его брату Розакову привет. ГБУ-ритуал тоже привет. Эти... Харитонову, Бурмистрову в семейке, семейке Ивановых, замначальники, начальнику Ивановых, Жалковских семей, он привет. Ребята, мы с вами еще увидимся. Насколько бы вы меня не сажали, вы меня сломали. Ну, ты желаешь, чтобы поменяться местами, ставь, правильно, понимаю? Да, однозначно. Вы в любом случае седете. Не сегодня, не завтра, через год, но седете. А слышал, да, что взымают документы из Раменского ОМВД? Когда? А вот на днях кто-то? На прошлой неделе, если в ФСБ там изымало, да, слышно. Ну, надеюсь, еще будет изымать, только уже не так, а в Москве шел со всеми мордами в пол. Так-то сейчас это они откупят. Товарищи, как тебе сказать, приехали за деньгами, если я на прошлой неделе, когда в ФСБ приезжал, информация такая, что приезжали за деньгами, но это не точно информация. Тебующие проверки. Понятно. Оставайтесь слушателями сейчас. Что публиковать, что не публиковать в ближайшее время? Все публикуйте. Не, ну мало ли, может у вас какая-то там очередность. Позиция? Да. Нет, у меня позиция такая, я же ничего не слышал. Пожалуйста, публикуйте. Нет, я имею в виду, у нас же есть материалы специально подготовленные для таких случаев. Это надо сэбросовать. Вот я, поэтому и спрашиваю даже. Адвокат Лойков у нас в Краснодаре. Да, это точно. Там же еще Геннадий у нас есть. Я так понимаю, что он там как раз, пытается с Сашей там. Вот это хорошо. Это лучше, на самом деле. У меня это прям вообще эпохи. Это спасибо за такой подарок. Что ж, муж Гоушевый, главный свидетель Горохов. Серьезно? Горо. Сейчас что у нас происходит? Уже вынесение или что? Да, ушел на подсвечательную комнату, но на вынесение решили, что он там вынесет, там и пресечения. Но судя по тому, что прокурор, следователь заряженный, все... Вот, поэтому другое мероприятие, как арест или логи. Получается, на месяц происходят, да? Да, даже месяц. Не знаю, с чем это связано. Надо продлить. Успеет, успеет. Я вообще не в розыске не был ни по какому из дел вообще. Я вообще не понимаю, почему меня все-таки задержали. Оказывается, приходил полицейский ко мне домой, не мог никак дозвониться, достучаться до меня. Телефона у него, по счету, его нету, хотя в деле было, давал показания, указывал точный адрес, телефон давал, все, мы созванивали, все нормально. А тут вдруг меня никто найти не может. Ну, как-то, вот видишь, как и у Борисовича то же самое. Вдруг оказался он в розыске, оказывается подписал подписку о невыезде. Когда-то, наверное. Да, он этого не делал точно, 100%. То есть, там его подделано в любом фотосимонте, метеороделосвитет, исключительно для того, чтобы уезжать под стражу и задержать. Хотят они состряпать там, и в 163-м вымогательству у Горохова. То есть, о чем мы рассказывали в стримах, кстати, там канал мы еще не снесли. Ну, все нормально, пока. Пока? Да. Очень непонятно. Ну, то есть, уже шарится, как бы, по соцсетям, по твоим, по всему, с твоих аккаунтов. Но, как бы, канал пока жив. Правда. Скорее всего, здесь не снесут. Ну, нет, там уже меры предосторожности сделаны, так же, как в самом деле. Спасибо. В принципе, не страшно. Все, что надо было опубликовать, все, кто надо увидел, все, кто надо перепостили и скачали, надеюсь, действительно сотрудник будет полезен. Скажи, пожалуйста, извините, что перепеваю, может быть, сделать красиво, потыкать палкой гороху все видосы ваши опубликовать на другом канале? Конечно. Все же только за... Я думаю, им будет приятно, как бы, заново пережить все это. Ребята, перейдите распространять это к кому-кому, как угодно. Если прилетит контент-иде, догадывайте. В здравом уме это говоришь, да? В здравом уме это говоришь? В здравом уме это говоришь? Нет, что меня сейчас в качали. Да, мы, собственно, узнали, что ты здесь, только благодаря сотрудникам скорой помощи, которые сказали нам. Спасибо этим сотрудникам. Да, они красавцы вообще. Класс. Они сказали, что ты на грани потери сознания, поэтому как бы... Да, но у меня давление, как всегда, поднялось, потому что в автозаке в эту жаркую погоду, там, вентиляцию включили, кондиционер включили, но у него сильно помогало, потому что все равно накрыло, потому что я еще двое суток не спал, так давление все было, но сотрудники скорой громадции качали, умер, ааааа. Батаричком? Даже полподтяга измело. Меня вовремя остановили, сказали, мне не надо, это давление Да, было видео, как пытался... Нет, нет. Товарищ. Да. Уйти за потолоком строма. Уйти, да, да, да. Ну, вот так все, в принципе, нормально. Я вижу их агонию, я вижу, что они пытаются сопротивляться, огрызаться, кусаться, но все, что они делают, делают только себе хуже. Все это слышал, я на улице, как дорого увидеть. Ну, вам на видео замазали лица, когда выводили, и одна из позиций, для чего замазали, именно потому, что там видно было, что у него расчищен, лоб был расчищен, и кровь ушла. Это ЛСБшник, я распространяю тут видео, то есть он там ходил и снимал, именно тот ЛСБшник, который следил за торговцами. Ну, во-первых, там мальчик, который был, у него несколько раз спросили, а не предлагали ли дяде тебе порнуху посмотреть? Чего? Ну, сын хозяина, который в доме, где вы были, у него настоятельно спрашивали, не предлагали ли тебе дяде порнуху посмотреть. Но он мелкий, как бы, а так-то ему 19 лет, на самом деле. Ну, да. Ну, они-то не знали, он спрашивает мелкий, вот они начали его разводить. Ну, он не мелкий, он нормально, он был... Мелкий, мелкий, мелкий. Парень еще, как я, на полное учиться. Парень еще, как я, на полное учиться, когда следует посудить. Применецко судебный решение вот нашим подозреваемым и обвиняемым, совершив преступления, за который угаб на закон обслужина и обвиняемый. Продолжение следует... 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 Спасибо. Спасибо. Ян, пока. Пока. Спасибо. С приставом тоже большое спасибо. Спасибо.